Думаю, каждый человек на планете Земля слышал или видел продукцию фирмы Lenovo. Но не каждому человеку удалось пристально пообщаться с этой фирмой. Так что же меня так удивило и насторожило в этом случае? В этом случае меня удивил тот факт, что в стандартном корпусе я не обнаружил стандартных запчастей. Первое, что меня удивило, это нестандартный блок питания, квадратный разъем и питание 20 вольт, вместо стандартного блока питания ATX. Ну да ладно, едем дальше. А что же интересно внутри? А внутри ничего, кроме куска ноутбучной платы, несъемного процессора и съемной памяти. В чем минус? Минус в том, что в случае, если эта материнская плата фирмы Lenovo выйдет из строя, то тогда потенциальный владелец попадает на стандартный блок питания, на стандартную материнскую плату, на стандартный процессор и на стандартную память. По моим скромным подсчетам, это в районе 10 тысяч обойдется ремонт. Я решил визуализировать тот набор запчастей, о котором я говорил. В случае, если вы живете не в Москве и у вас нет представительства Lenovo, то вы вынуждены купить стандартный блок питания, стандартную память, стандартный процессор и стандартную материнскую плату, а также стандартный вентилятор. Вот во что обойдется небольшой ремонт системного блока Lenovo. Эксперты скажут, что продаются платы с интегрированными процессорами. Да, продаются, но такая плата, как минимум с целлероном двухъядерным, стоит 5-6 тысяч рублей. Блок питания, самый простенький, не совсем насмерть китайский, стоит 2 тысячи рублей. Итог 6 тысяч рублей. Полный комплект замены – это где-то десятка. Вот к чему может привести покупка системного блока фирмы Lenovo в таком исполнении. Почему это происходит? Потому что наше общество потребителей сформировано таким образом, что человек не способен анализировать при приходе в магазин. И он целиком и полностью полагается на мнение менеджера. И не каждый потенциальный покупатель в курсе, что у менеджера есть задача продать то, что дал ему продать хозяин. И больше ничего, никаких других интересов менеджер к потенциальному клиенту не испытывает. А в некоторых сетевых магазинах план продаж для каждой группы товаров. Субтитры создавал DimaTorzok